МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От берегов Волги до Северной Осетии или Великий праздник дружбы? О буднях и заботах, чем живет Тольяттинский немецкий центр. Здесь поздравляют друг друга за одним гостеприимным столом. В Самаре открылся грандиозный праздник. По улице Осетинской идут, взявшись за руки, люди самых разных национальностей. Сегодня символ уединения самарцев, аллеи дружбы, исполнился ровно один год. Пока здесь только 30 молодых деревьев, но в скором времени их будет больше. От каждого народа, живущего на волжской земле. Сегодня где-то около 7 тысяч человек. Организаторы мероприятия, национально-культурное объединение Самарской области, которые сплотившись воедино и при поддержке правительства Самарской области, администрации, губернатора, организовали и проводится сегодня такой замечательный праздник. Изюминка этого праздника, изюминок очень много. Приехали гости из Дагестана, из Южной и Северной Осетии, из Азербайджана, из Казахстана, из Узбекистана. Представьте себе, конечно, соседние регионы представлены. И любой желающий, любой самарец может сегодня ознакомиться с богатейшей палитрой народов Самарского края. Как преодолеть горные перевалы этим артистам рассказывать не нужно. Ювелирные чудеса ловкости на Канате от Дагестанского культурного центра. Такое счастье, что столько народа собрались. И я думаю, что у нас действительно никаких проблем не будет насчет дружбы между нациями. Потому что мы этим работаем все. Все руководители национальных культурных объединений. И огромное спасибо тем людям, которые сегодня пришли сюда. Значит, им не безразлично судьба нашего народа, нашего государства. Вот так и мы объединяемся в одно тело. Прекрасный солнечный день. Сегодня открываем аллею дружбы народов. Очень приятно, что мы приглашены. На площадке города мастеров многолюдно. Керамика, украшения, шедевры деревянной скульптуры и даже древние станки. Здесь все, чем издавна славились мастера многонациональной России. В огромных палатках раскинулись до старханы и щедрые столы национально-культурных центров. Здесь рады всем. Вместе с памятным сувениром частицу народной души унесет с собой каждый их пришедший. На праздничном столе у нас всегда стоит бешпарман. Почетным гостям всегда дают голову барана, подают. Нет всех народу, которые нашли с� Translation, нашли亲 Erde ENVY. Всем слова и ее истории. От них останутся до нашей семьи. И remind好 народу сегодня прогровать общего благополучия. Повсюду единение культур, как добрые соседи русские и украинские народы. Мир дому, хлеб да соль гостям. Очень дружелюбно встречают украинский народ, приходят с теплом в нашу палатку. Нет ничего священнее, чем трапеза, разделенная за общим столом. Вьетнамцы верят, много гостей принесут семье мир, здоровье и удачу. Это называется блины. Блины там бумага из рисовой. Рисовой, там морковь, мясо, свиной и грибы. И там яйцо, и все помешали, и там заворачивали и пожарили. У нас говорят, что если ты не пробовал нем, то не побывай во Вьетнаме. Если даже приедешь, то по Вьетнаму ты должен пробовать вьетнамские блинчики. Это называется вьетнамские фаршированные блинчики. Мы понимаем, что надо держаться вместе, быть вместе и в горе, и в радости. Слава Богу, что сегодня мы разделяем радость, которая посвящена уже годовщине, которую Аллею Дружбы Народу в прошлом году мы посадили на Осетинской улице. Мир в полям и в лугам, где ромашки растрили. Мир в траве, жимчугам, мир в облюде всей земли. Мир в зиму, что живет по законам доброты. Мир тому, кто поет, и с ним дружбы и мечты. Посадить дерево, вырастить сына, построить дом. Тре единства свято для каждого народа. В этом году на Осетинской протянули ветви к солнцу еще семь молодых елочек. И в будущем Аллея будет только расти. Ведь на Волжской земле от севера до юга живут 160 народов. Здесь за сотни лет сплелись воедино разные культуры, верования и языки. Она нашла свою семью спустя полвека. Сегодня Светлана Анатольевна, пожалуй, самый преданный сотрудник Тольяттинского немецкого центра Возрождения. Заняться национальной тематикой когда-то ее позвала сама судьба. Я где-то в 9 лет впервые узнала, что у меня мама из немцев Положья. Сама я родилась в Самарской области, в Зольном. А потом родители где-то в двухлетнем возрасте меня увезли в Самару. И я где-то до 23 лет жила в Самаре. В Кировском районе жила, училась, работала. Самара мой любимый город и область моя любимая. Вот в 10 лет я узнала, что, в общем-то, у меня мама не родная. Ну, поскольку это все скрывалось и на документах ничего не было. Все, как и у всех в детстве. Пионерское прошлое, комсомол, учеба в университете, работа учителем. Жизнь перевернула известие о смерти родителей. Разбирая старые документы, она увидела свидетельство об усыновлении ее отцом. Так Светлана вместе с мужем и сыном решила начать поиски матери. Она вспоминает, первые поездки в самарские села, где в 40-е и 50-е годы жили немцы по Волжье, ничего не дали. Вернулась снова к этой теме, когда сын в университете начал писать работу по истории семьи. Он написал то, что есть у нас. Показал, принес мне. Говорит, ты знаешь, у нас малое. Потому что у нас буквально тремя строчками было, что бабушка по линии матери, из немцев по Волжье была эвакуирована. Он сказал, надо больше, не хватает на это. Я говорю, ну ладно, ну давай пороемся. Я говорю, у нас где-то был немецкий центр. Под Новый год 2003 года пришла в немецкий центр. Она писала в архивы Самары и Саратова, областные ГУВД. Буквально через несколько месяцев пришли справки на ее маму, Ирму Баймлер и других родственников из Новокузнецка и Новосибирска. Я наугад написал туда. Написал туда, и не просто написал письмо, а положил свои фотографии. Покажи вот копию вот этой фотографии похоронной, положил свои фотографии, где мне там 6 лет, где в школе я, где мне 19 лет. Вот. Ну и где-то недели через 2-3 пришло письмо. Пришло письмо, писала подруга матери, которая с ней брала в трудармию здесь до 49-го года. У меня вырвался какой-то вот крик, мои близкие не поняли, что случилось, потому что я, муж принес письмо, я его распечатала. Такой истошный крик, и море слез, и все, что вот я их всех нашла. Получилось так, что она меня в 49-м родила, вот, а в браке она не была с моим отцом. Мне было 2 месяца, я родилась 16 ноября 49-го года. Через 2 месяца она ушла на работу, на стройку, вот, и она погибла в августе 50-го года. Таких печальных событий в истории положских немцев найдется немало. К каждому дню памяти тех, кто не дожил до реабилитации в 70-е годы, здесь мастерят желтые кораблики. Но жизнь не стоит на месте. Сегодня у молодого поколения на Самарской земле есть свой национальный центр. Здесь собираются те, кому дорога память о предках. Когда я приехала в Тольятти, это было давным-давно, и я шла по улице и думала, Господи, ведь я не одна здесь немка, как хочется поговорить с своими соплеменниками. Хоть пиши вот здесь, вот, на груди бирочку, я немка, чтобы кто-то подошел и заговорил с тобой по-немецки. И когда общество образовалось, оно образовалось в 89-м году, в октябре, 30-го октября, основателем общества является Виктор Шотт. Они собрались, немцы, в одном из ДК города Тольятти и решили создать общество, которое называлось общественно-политическое, культурно-просветительское общество советских немцев. Каждый день здесь многолюдно. Они готовят материалы в областную немецкую газету «Волга Курьер», организуют языковые курсы, в этнографических экспедициях по всей Самарской области и записывают новые песни для собственного фольклорного коллектива. У меня привела моя подруга, она российская немка, я, то есть, получается, не российская немка. У меня нет корней, но так получилось, что я уже приросла к этому народу, что ли, так сказать. Мне здесь нравится, потому что я могу вырастить в себя, я могу заниматься здесь активной деятельностью, социальной деятельностью. У нас очень много проектов проходит различных, социальных, культурных, экологических. Я могу здесь учить немецкий язык. Гостеприимно. Это, наверное, главная черта. Это выложить все, что есть. Душу, все, что есть в холодильнике, все выложить наружу. Вот. Это черта российских немцев, я думаю, так. Ансамбль «Эрика» сегодня один из самых известных в губернии коллективов немецкой песни. Его рады видеть поклонники фолка из разных уголков Поволжья. Участники, увлеченные творчеством люди всех возрастов и профессий. У немецких песен очень много именно веселых. Немцы вообще народ неунывающий. Для меня это как раз, да, звук этого и души, и предков. Это совместно пою, ну, лет 20. Песня «Эрика» На их счету не один десяток проектов, исторических книг, публикаций. О немцах Поволжья. О тех, кто здесь в 40-е и 50-е строил нефтепровод, села и города. Сотни биографий, сотни жизней. В 2007 году мы открыли наш музейный уголок, потому что очень много экспонатов. Вот лента, ударника НГДУ, нефтепромыслов. Вот табличка с дома Госманов, это солнечные поляны. Вот работы их матери, Елены, она вот в этом году только умерла. Вот эти работы тоже в музей привезены. Вот эти орудия труда там мы нашли. Четыре года подряд у нас проходит семейный ковчег. Семейный ковчег в Яблоневом Мавраге. Мы вспоминаем наших родителей. А потом по вечерней Волге, на вечерней заре спускаем кораблики, спускаем венок с зажженными свечами. И вниз по Волге они поедут к берегам своей родины, к Саратову. Из прошлого в настоящее за будущим. В этих словах для них вся жизнь. Ведь именно через прошлое они обретают свое будущее. Свою самарскую родину, с которой теперь уже так много связано и где так много пережито.